доброго времени суток сегодня мы с вами продолжаем делать форзац для развивающей книжки для этого нам с вами понадобится швейная машинка ложка клей титан скотч наши буковки шаблончики цветочка шаблончики листиков нитки в тон фетра стебля ножницы ножницы зигзаг ножницы с закругленным концом маркер либо мел пришивные бабочки пришивной котик и термопистолет приступим как сначала мы с вами определяемся какого вида мы хотим с вами взять цветочек я решила что цветочек на 2 с вами объемны я вырезала 5 заготовочек каждая заготовочка меньше второй вернее предыдущий на 0 5 миллиметров вы можете это сделать больше эти цветочки я перенесла на фетр у меня это 5 цветов голубой красный фиолетовый розовый и бирюзовый теперь я их накладываю друг на друга и у нас с вами получается цветочек забыла сказать что данный цветочек у нас с вами будет крепиться на магнитную кнопку для того чтобы цветочек стал более красивым я сюда пришью пуговичку и так стебелек заготовку стебелька я сделала перенесла на фетр и обычным стежком пришила наши обложечки следующим этапом у нас будет с вами это изготовление листочков у нас с вами всего четыре заготовки вместо 6 так как посередине на самом большой листик а с правой и с левой стороны листочки у нас с вами будут просто зеркально здесь мы рисуем так а с этой стороны мы просто зеркально переворачиваем нашу заготовочку и вырезаем точно такие же детали вот из этих двух заготовочек у нас получится с вами два вот таких вот листочка как сделать такие листочки я вам сейчас покажу перед началом работы нам нужно с вами заправить нитку в тон нашего изделия для этого я могу показать как я обдеваю иголку нитку в своей швейной машинке заносим ниточку за левую петельку потом наносим за вторую петельку вот здесь вот по стрелочке и данный рычажок мы просто отпускаем у нас сзади получается петелька за эту петельку мы потянули у нас иголка заправлена а нитка заправлена в иголку может быть это будет кому-то полезно и так я при помощи скотча и нашего шаблончика листочком вырезала из фетра одну часть листочка то которую у нас с вами меньше вторую заготовочку я не вырезаю а налаживаю нашу верхнюю заготовочку на обычный фит теперь будем с вами по контуру соединять два фетра так на своей швейной машинки я выбираю 3 стежок это стежок делают закрепку как начали так и в конце закрепка будет невидимая и начинаем шить шью я на самой медленной скорости сначала мы при помощи махового колеса определяем правильно ли у нас стоит иголочка попадает ли она у нас с с вами фетр и будем шить на настояние от края 1 2 миллиметра и стопим видите она сначала сделала закрепку и потом начинает для того чтобы вам легче было ориентироваться мы визуально делим наше изделие на несколько частей и потихонечку поворачиваем наше изделие для того после того как мы дошли до края мы иголку оставляем внизу приподнимаем лапку и переворачиваем делаем несколько стежков и плавно будем поворачивать наше изделие так у нас с вами сделано закрепочка мы обрезаем вот что на с вами получилось для того чтобы сделать про жилочки на нашем листочке я это делаю так вставляю иголку прямо в стежок шью до середины и поворачиваю изделие противоположном направлении машинка делает закрепку и формирует наш стежок здесь нам надо сделать пол стежка поэтому я приподнимаю лапку и устанавливаю иголку иголку нас остается с вами в изделие переворачиваем наискосок и продолжаем соединять детали как только наша иголочка совпадает со стежком который у нас сами по трубу мы с вами делаем закрепочка закрепка сделано вот она с вами получилось так далее я сделаю прожилочки до конца у меня и будет 4 штучки про все что ниточки не попадали вот другую ниточку вот еще одну прожилочку на с вами готова вы можете делать на одинаковом расстоянии можно чуть выше поперечные носами готовы прожилочки теперь нам останется положить только вертикальную но для вашего удобства вы можете при помощи маркера либо мило нарисовать посередине линию тогда ваши все вот эти вот уголочки будут на одинаковом расстоянии я такой цели не преследовала поэтому я сделала так как она есть теперь я вставляю опять чтобы наша иголочка была на зеленом контуре делаем закрепочку и начинаем пролаживать строчку посередине главное чтобы наша иголочка прошла в уголочках данных поперечных стежках делаем закрепочку и обрезаем и так самое главное что мы должны с вами сделать это оставить вот такие вот длинные длинные кончики сейчас я вам покажу что он для этого мы берем с вами иголочку нее вставляем ниточку и будем ее вводить не на изнаночную сторону а между двух отрезков фетра после того как мы вывели мы с вами завязываем наши узелочки я буду делать три штучки для надежности так узелочки завязываем теперь мы соединяем для нашей ниточки вместе берем иголочку желательно взять иголочку с толстым ушком и теперь между двух тканей вставляем нашу иголочку и проводим ее вдоль наших отрезочков после этого выводим на изнаночную сторону так ниточка вот у нас она прошла после этого мы ее натягиваем чуть-чуть и обрезаем после этого выравниваем наше изделие наши кончики нитки не видно так я проделываю со всеми остальными нашими ниточками нитки должны оставлять не сильно длинную не сильно короткую для того чтобы у вас нужно было с легкостью протянуть ее и достать иголку берите острую не тупую если иголка будет тупая то вы не сможете проколоть фетр ушко иголки можете также взять тонкая но если ваша ниточка потом позволит вам протянуть две нитки вместе ножницы у вас также должны быть острыми и так вот что у нас получилось это у нас с вами лицо это у нас с вами истанночка теперь мы берем на функцию зигзаг и по контуру наступив несколько миллиметров обрезаем вы можете не делать ножницами зигзаг просто обрезать обычными ножницами но мне кажется так просто более интересно берем немножко лишнего ворса итак вот такие мультые детальки у нас с вами получились теперь мы будем их пришивать на наш форсат для этого выберем нашу ткань итак разместить кисточки мы можем вот так можно сделать вот так как вам больше нравится можно даже вот так это уже ваша фантазия на сами идет стебелек на стебелек на стебелек мы налаживаем но не стык стык а немножко опускаем листочек вниз и теперь где-то сантиметр от начала нашего листочка мы с вами будем пришивать верхнюю ниточку мы будем с вами выводить на изнаночную сторону так как у нас стоят с вами закрепки закрепки то завязывать узелки не обязательно если вы уверены в вашей закрепке то узелок нам не обязательно так что у нас с вами получилось так что у нас с вами получилось теперь мы будем с вами присылать так же оставшихся наши два листочка не забываем что ниточку нам надо оставить приблизительно сантиметров 5-6 так тут так же на приблизительно на сантиметр от начала листочка также мы должны попасть на нашу вертикальную линию стежка листочки пришиты я решила что ребенку будет интересно смотреть что находится за листочком и пришила котика вы можете пришить листочки полностью все зависит от вашей фантазии я достала булавочки и еще раз погладила ткань первых три цветочка я соединила с помощью нитки для того чтобы было легче установить магнитную застежку и пришить пуговицу на оставшиеся двух цветочках крепим магнитную кнопку шайбочку от магнитной кнопки ложим на центр и при помощи маркера или простого карандаша ручки ставим метки где будет крепится кнопка после этого берем две булавки и скалываем начало и конец наших линий где будут дырочки это необходимо для того чтобы прорезать отверстия в фетре необходимой длины берем распарыватель и делаем дырочки булавочки не дадут сделать отверстие больше чем нам необходимо достаем булавочки берем одну из частей застежки и вставляем ее с обратной стороны на ушки одеваем шайбочку после этого загибаем усики усики загибаем вовнутрь берем детали и будем соединять их при этом одновременно будем пришивать пуговицу пришиваем пуговицу так чтобы нитки не выходили за кнопку после нескольких стежков выводим нитку на лицевую сторону фиксируем и выводим нить между вторым и третьим лепестком делаем узелок обрезаем нить пуговица пришита наш цветочек вот так вот у нас выглядит спереди вот так вот у нас выглядит сзади далее необходимо прикрепить вторую часть застежки на форзац книжки крепим застежку та же как и на цветочки при этом нужно подложить подложку из фетра с обратной стороны ткани и только после этого одеть шайбу и загнуть усики застежка готова теперь можно снимать и одевать цветочек в ходе изготовления несколько раз снимаю и одеваю буквы чтобы убедиться что деталь находится на своем месте осталось пришить бабочек обложка на форзац готова в следующем видео вы увидите как соединить обложку с папкой понравилась идея ставим лайки подписываемся на канал не забываем нажимать на колокольчик всем творческих идей хорошего настроения до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч